И мы будем разбирать сегодня тему, как похудеть. Вернее, не то, как похудеть, это вопрос немножко другой. А что же такого неприятного, парадоксального, и я бы сказал даже вредного, стремиться в этой самой теме, как похудеть. Особенно сейчас, потому что по выражению... Да, всем добрый вечер, кто присоединился. Потому что по выражению одного из наших коллег, в России есть два времени года. Худеем к лету, худеем к Новому году. Потом опять худеем к лету, худеем к Новому году. Вот сейчас Новый год только-только прошел. Начинается буквально, наверное, до июня вот эта волна похудений к лету. Потом будет небольшой спад. Ну, давайте начнем с этого. Как похудеть к лету? Есть ли здесь среди тех, кто меня слышит? Я напомню, что я Сергей Гудков, психотерапевт, и у нас сегодня тема, как похудеть к лету, какие неприятности есть в этой задаче. Есть ли те, кто когда-либо в жизни планировал похудеть и, может быть, даже занимался этим делом? Пожалуйста, напишите в чат. Плюсик, может быть, кратко пару слов на эту тему. Что вы вообще с этим знакомы? Хотя бы хотели похудеть. Есть ли здесь такие люди, кто меня сейчас слышит? И, возможно, активно этим занимались. Разными способами, их много. Про это я тоже сегодня хочу сказать. Или вы думаете, что я сейчас расскажу, как это сделать? Итак, пожалуйста, в чат. Да, спасибо, спасибо. Вижу, Оксана, спасибо, вижу отклик. Да, хотя бы раз в жизни хотела похудеть, а может быть, и делала что-то для этого. Вот, еще кто-нибудь? Еще кто-нибудь делал это? Или хотя бы хотел это сделать? Буквально 15-20 секунд, и мы идем дальше. Ага, ага, спасибо, спасибо, Елена, спасибо. Да. То есть, есть желание похудеть, есть те... Спасибо, спасибо, да, вижу ваши отклики, да. Есть даже, возможно, какой-то опыт снижения веса разными путями. Вот. И теперь самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста. И, ну, скажите, да, означает, напишите, если кто-то готов. А для чего это нужно, похудеть? Вот, самое главное в этом. Хотя бы пару слов. Я видел уже, наверное, не одну тысячу людей, которые хотят похудеть, что-то они делали. Мы это обсуждали в разных аспектах этого вопроса. Ну, вот зачем похудеть? Лично вам. Хочу похудеть? Или когда-то хотели, если сейчас не ходите. А зачем? Что это дает? Похудеть. Я немножко жду ответов. Вот как есть. Потому что обычно похудеть, это же не просто само по себе. Хотя бывает и просто. Наша культура телоцентричная, как я уже писал в этой статье. А, нет. Ее должны сегодня вечером опубликовать. Я ее в соцсетях размещу. У нас есть некие представления о том, каким должно быть тело. Всем, кто присоединился. Добрый вечер. И у нас уже есть несколько ответов. Есть несколько ответов. Для чего похудеть? Чтобы были комфортные ощущения в теле. Чтобы чувствовать себя привлекательной. Чтобы получить ощущение легкости. Так. Меньше болит позвоночник. То есть, мы говорим про физическое состояние. Так. Ага. Спасибо. Спасибо. Еще. Если у кого-то есть какие-то ответы. Потому что самый главный вопрос. Зачем? Зачем это делать? Зачем это нужно? Ну, пока по тем ответам, которые есть. И, может быть, еще у нас ответы будут. Я вижу две категории ответов пока. Две. Первая категория. Это физическое самочувствие и комфорт. Чтобы чувствовать себя легче вообще. Как-то подвижнее, гибче. Когда меньше что-то болит. Особенно, когда есть лишний вес. Реальный лишний вес. Согласно медицинским критериям. Согласно и физическому самочувствию. Да. И второй критерий. Второй критерий говорит нам не про физическое состояние. Он говорит про психологию. Да, чтобы чувствовать себя привлекательной. Вот это один из, пожалуй, таких самых типовых ответов, когда люди говорят, зачем им похудеть. Один из типовых ответов, что то, как я выгляжу, то, как я себя воспринимаю, мне не нравится. И я считаю, что для того, чтобы я стал себя воспринимать по-другому, относиться к себе лучше, добрее, чувствовать свою ценность, привлекательность, силу, власть, влияние и так далее. В психологическом плане. Мне нужно немножко сбросить. Или не немножко. То есть, есть такая взаимосвязь, что если у меня есть хотя бы по моему мнению лишний вес, то, как я его вижу, особенно, когда мы говорим про критерии привлекательности, про уверенность, про психологические качества, то, как я его вижу, мешает мне быть каким-то таким, каким я хочу или какой я хочу. Когда мы говорим про физические ощущения, тут, конечно, сложно себя обмануть. Либо ты действительно таскаешь на себя большую тяжесть, либо нет. Но очень часто вопрос упирается в то, что если, допустим, у меня будут кубики на животе, если у меня будут ягодицы такие, как... Ну, мы знаем, как в Инстаграме должны выглядеть, в кавычках, нормальные ягодицы. У женщин, у девушки такого возраста, да, и у прессу мужчины, да, и у женщины тоже. Если бедра, талия и так далее, обхват бицепса будет вот таким, вот тогда все будет хорошо. То есть, есть некая взаимосвязь, что я выгляжу так, тело вот такое, которое соответствует неким канонам, неким стандартам, тогда я могу чувствовать, что со мной все в порядке. Вот это одна из наиболее основных причин, по которым люди хотят худеть. Если я вдруг говорю что-то, что противоречит вашему опыту, вашему убеждению, вы можете написать мне в комментарии, что Сергей Владимирович, ты все наврал. Люди для этого не худеют. Но если согласны, мы идем дальше. Если будут возражения, то я на них отвечу по ходу нашего прямого эфира, и в конце у нас будет время на вопросы. То есть, снижение веса, изменение форм тела, или и то, и другое, связано с неким оптимальным состоянием. Теперь еще один вопрос. Откуда вы знаете, какое тело? Да, спасибо, вот мне отвечают, что это точно. Да, спасибо, так и есть. Теперь еще хочу спросить. Скажите, пожалуйста, откуда берется представление о том, каким должно быть тело? Что вот это красиво, да, допустим, такие кубики на животе, а вот так вот это некрасиво, вот так хорошо, а так нехорошо. Как вы думаете? Или у кого есть какой опыт? Тем, кто присоединяется, всем привет, но мы уже идем дальше. Не возникает просто так, что человек родился и уже сразу знает, что вот так красиво, так некрасиво, это хорошо, это плохо. Если мы помним маленьких детей, маленький ребенок бегает, прыгает, балуется, наслаждается собой и вообще не обращает внимания, как он или она выглядит до какого-то времени. А потом мы начинаем узнавать, что вот это красиво, вот это нет, надо выглядеть так или не так. Что если люди вот так выглядят, это значит плохо. Так вот, откуда это берется? У кого есть какой опыт? Ну, понятно, что вам нравится именно так, да, но вам нравится потому, что вы как-то узнали, что именно это красиво, а это нет. Давайте посмотрим на маленьких детей, скажем, в пару лет. Ребенок бегает, ребенок может быть немножко пухленьким, ребенок не втягивает живот, у него еще нет никакой рельефной мускулатуры, но нормальный, более-менее не испорченный ребенок доволен собой. Он себя любит, он смеется, играет, прыгает, он счастлив, не обращая внимания на то, насколько он там пропорционален, насколько резко выражены все мышцы и так далее. Что у него может быть попа пухлая или еще что-то, щечки-то. Ребенку все равно. Но с какого-то возраста мы начинаем узнавать, что вот это хорошо, а вот это нет. То есть нравится, имеет какую-то основу. Вот если мы говорим о физическом самочувствии, помните, вот эти два аспекта, что я хочу похудеть, потому что мне так уже тяжело. Внутреннее ощущение, конечно, это один из критериев. Я иногда, когда человек говорил, что, допустим, я там сбросил килограмм, и это не так много, иногда предлагал взять в руку бутылку с водой, примерно килограммового веса, так, чтобы литр воды был, и подержать некоторое время. Даже не на вытянутой руке, а вот так вот просто. Вот у меня сейчас есть с собой кружка, вот здесь 650 миллилитров. Я уверен, что любой-любая из вас, если бы держали даже вот так, достаточно близко к телу, хотя бы несколько минут, вы бы почувствовали некую усталость, некоторую тяжесть. То есть даже чуть больше, чем полкило, это ощутимо. Тем более, когда носишь на себе 10 килограммов, или, может быть, 20, это может быть ощутимо. Поэтому как будто что-то мешает. Вот, спасибо, я вижу ответ. Навязывание общественного мнения. Действительно, культ, можно сказать это слово, культ хорошего и или правильного тела, это то, что начинает во многом определять нашу жизнь. Я уже как-то говорил, что сейчас уже, оказывается, дошкольники поражены этим. Дошкольники, дошкольницы уже знают, что там, условно, нельзя есть булки, иначе потолстеешь, что надо худеть, надо сидеть на диете. Представляете, как это глубоко зашло. То есть общественное мнение вырабатывает некие стандарты, постоянно их транслирует. Вы попадаете, я бы сказал, что это такой общественный гипноз, который показывает, что вот у всех тела должны быть вот такими. Как вы думаете, насколько реальные стандарты нам показывают? На обложках журналов, в этих самых лентах Инстаграма, с миллионами подписчиков, подписчиц, когда мы видим вот эти красивые тела. Как думаете, какой процент людей может быть именно таким? Те зрительные образы, которые нас подталкивают. Насколько это реально? Что все вот так могут выглядеть. А если ты так не выглядишь, значит ты тряпка, у тебя малая сила воли, ты просто плохо стараешься, надо постараться посильнее. Ну-ка возьми себя в руки, давай худеть быстро, хватит есть булки, сладкое. Как думаете? Насколько все люди стандартны, единообразны и могут выглядеть одинаково? Ну вот, да, спасибо. 10-15 процентов, спасибо. Да, это очень оптимистичная оценка, потому что тот усредненный образ, который нам показывает, условно, это кукла Барби, как ориентир идеального женского тела. Потому что прежде всего мы говорим сейчас про идею для женщин. Хотя мужчины тоже поражены мнимыми недостатками своего тела, и тоже очень много напряжения невротического в этом у них есть. Они немножко по-другому это компенсируют. Но вот, если мы берем за идеалку куклу Барби, может быть 5 процентов, может быть 10 процентов, и, наверное, это уже верхняя граница, что все остальные люди не такие, они никогда не смогут соответствовать. Вот хоть раскались, хоть умри на этой диете, но никак это будет невозможно. То есть, есть от рождения заданные возможности для нашего тела, включая рост, ширину плеч, ширину таза, содержание мышечных волокон, быстрых или длинных в процентном соотношении, вот такую нервную систему, содержание жира и так далее. Вес генетически задается, по некоторым данным, до 70 процентов. Ну, даже если на 50, представляете, что вот это не просто, это не то, что ты можешь сильно постараться и сделать все, что хочешь. Нет, это не так. Есть некая предуготованность. И мы можем, исходя из этой предуготованности, исходя из того шаблона, которым наделила нас природа, мы можем в этих рамках не очень-то много сделать. Но нам покажут какой-то один идеальный шаблон, что женщинам, что мужчинам навязывают, что ты должен быть таким, если ты таким не выглядишь, это очень плохо. И, конечно, тебе тогда готовы помочь. Что там? Пластическая хирургия, самый такой, якобы, простой способ диетические курсы, пам-пам-пам. Очень много всего. Очень много всего. Но главная идея, что когда ты вот дойдешь до какого-то образа, который у тебя там, мы тебе уже заложили, только тогда ты можешь считать, что вот с тобой все в порядке, и тогда вот ты можешь быть счастливым или счастливой. От этого постоянно крутится идея, что что-то со мной не так, я вот несколько не соответствую, а не пора бы похудеть, а? И что я для этого тогда сделаю? Так вот, обратите внимание, что похудеть очень часто, особенно если индекс массы тела, да, спасибо, особенно если индекс массы тела у вас, скажем так, в относительно нормальных границах, но вы недовольны при этом своим телом, сильно недовольны, вам кажется, что надо еще похудеть. Я не беру патологические случаи, когда, допустим, люди с истощением, с анорексией, с истощением, хотят худеть еще дальше, хотя уже еле ноги передвигают. Я таких видел. Нет, когда вроде бы все нормально по медицинским параметрам, но человек очень недоволен собой, считает, что единственное возможное улучшение это похудеть. Это означает, что вы подчиняетесь чему-то чужому мнению, прежде всего, о том, какой вы должны быть, строите свое счастье, основываете свое самочувствие на чужом представлении о совершенстве, и очень часто много сил уходит на бесплодную борьбу с собой, потому что большинство людей не могут выглядеть вот именно так, как им показывают, но хотят, понимаете, да? Изначально не могут, но хотят. И это борьба, которая обречена на поражение, вечно обречена на поражение. Что плохого в похудении, вот как процессе как таковом? Да, спасибо. Вот есть от одного из наших участников отклик. Был худой, как щепка, сейчас зеркальная болезнь. Я считаю, что у меня все нормально. Окей. Вот это важно, что первое, это внутреннее спокойствие, что, ну, по крайней мере, я не волнуюсь, потому что переживания по поводу того, что со мной что-то не так, потом попытки, потом срыв, потом еще больше переживаний, это как раз то, что создает вот этот патологический круг. С точки зрения медицины лучше какая-то стабильность, пусть даже она может быть на несколько патологическом уровне, чем постоянные колебания. То человек набирает вес, то сбрасывает, то набирает, то сбрасывает. У него постоянно колеблется уровень глюкозы в крови, уровень жирных кислот, аминокислот. У него постоянно колеблется эмоции, ну, от эйфории, когда, о, удалось сбросить первые там несколько килограммов, потом наступает фаза плато, конечно, или ступенька, говоря этим языком, наступает разочарование, очень часто наступает срыв, очередное подтверждение того, что я, в общем-то, слабовольный человек, ничего не могу с собой сделать, а это невозможно в некоторых случаях. И круг замыкается, потому что вот есть такая интересная штука в современной психотерапии, психиатрии, есть огромный класс состояний, который называется расстройство пищевого поведения. И вроде бы там есть два разных полюса. С одной стороны, анорексия, когда люди едят очень мало, и они получают от этого удовольствие, они хотят все время худеть, получают серьезные осложнения от этого, умирают, да. С другой стороны, булимия, компульсивное переедание, когда много еды. И вроде бы, это совершенно разное состояние. Но на самом деле, есть исследователи, которые говорят о том, что есть единое РПП расстройства пищевого поведения, это когда у человека в фокусе внимание и очень важное это то, как я выгляжу, то, сколько я вешу и удается ли мне контролировать питание и как. То есть, опять же, я подчиняюсь чужим стандартам, потому что я выгляжу по мнению кого-то, мой вес должен быть таким по мнению кого-то. Вот. То есть, несмотря на то, сколько человек ест, много или мало, в центре вот эта сверхозабоченность. И что получается, когда человек худеет, потом он на некоторое время, после того, как период эйфории проходит, сталкивается с какими-то трудностями. А обычно снижение веса идет за счет чего? За счет каких-то ограничений. Здесь есть эмпирическое, я бы сказал, железное правило, что чем большими трудностями сопровождается снижение веса, то есть, обычно это какая-то очень жесткая диета, очень много продуктов, которые исключены, и или огромные физические нагрузки. То есть, чем больше трудностей, тем более вероятно то, что человек забросит этот процесс, через какое-то время, скорее всего, снова наберет вес, там есть механизмы компенсации, и попутно в очередной раз разочаруется в себе. А так как самооценка завязана на том, как я выгляжу, сколько я вешу, через некоторое время будет очередная попытка, но уже на фоне того, что а, вот раньше я же уже это делал, но не смог или не смогла, может быть и сейчас у меня не получится. Ну попробую я, но у меня не получится где-то там вот этот голосок на заднем фоне. И каждая безуспешная попытка на самооценку потихонечку подталкивает вниз и укрепляет зависимость самооценки опять от веса, от того, как человек выглядит. Вот в чем проблема. Поэтому, если мы говорим про похудеть просто как сверхценную идею, конечно, идеально этим не заниматься. Потому что, потому что есть некоторые интересные факты. Вот мы считаем, что индекс массы тела это вес, который поделен на рост в метрах и в квадрате. Если кому-то интересно будет, вы мне напишите, я пришлю вам формулу. Но она везде есть. Индекс массы тела, как его рассчитать? Есть вроде бы нормальный параметр индекса массы тела. То есть, до 25 условно, 19-25 считается, это норма такая. Вот, типа, все должны туда уложиться, в эту норму. 25-30 это предожирение или избыточный вес. Значит, 30-35 ожирение первой степени и так далее. Так вот, вроде бы все должны быть в норме. Но, максимальная продолжительность жизни людей оказывается связана с индексом массы тела, который выходит за пределы нормы. То есть, у мужчин это примерно 25-27, у женщин там и 29-31. То есть, максимальная длительность жизни связана с некоторым избыточным весом. Это явно не соответствует тем стандартам, тем параметрам, которые нам показывают. Вот, и как один из наших коллег хорошо говорит, это Сергей Дремов, он говорит, ну, либо мучиться всю жизнь держать себя в руках, либо иметь несколько лишних килограммов и жить спокойно и без невроза. Да, вот такой выбор. Поэтому, очень часто само желание похудеть, когда к этому нет объективных показаний, особенно, если избыточный вес небольшой, это вопрос к человеку, чьими глазами ты на себя смотришь? Откуда ты взял, что вот то, как ты выглядишь, это плохо? Может быть, с этим ничего не надо делать. на сайте Б-17, там есть бесплатные консультации и форумы, да, и как-то я провел большую консультацию с женщиной, у которой были вот эти бесконечные бесплодные попытки. Она зажимала себя, брала себя в руки, худела, потом снова набирала вес, потом опять она брала себя в руки, она опять худела, опять снова набирала вес. Но при вот этих бесконечных колебаниях есть еще риск немножко затормозить метаболизм, и тогда получается, что человек с каждым разом потом набирает чуть больше, потом чуть больше, потом чуть больше. Я уже слышал эти истории, когда начинали худеть вроде бы 65, чтобы дойти до 50, в итоге человек приходит через 30 лет с весом 120-140, и говорит, лучше бы я тогда вообще не начинал. И вот в той консультации, о которой я говорил, мы там долго-долго, долго-долго, я пытался донести до нее одну единственную мысль, которая была возможна в этом формате, что то, что ты хочешь похудеть, и то, как ты это делаешь, это само по себе является проблемой. Что может быть лучше было бы тебе остановиться, прекратить это делать, потому что за каждым похудением следует откат и еще больше набор веса. Вот это иногда та попытка решения, которая сама по себе патологична. В тизере для прямого эфира я писал, что возможно ли похудеть на 20 килограммов за 3 месяца. Да, возможно. Спойлер, возможно. Но это каким-то диким, жесточайшим насилием над собой. Ну, или когда изначально вес и так был очень большим. А похудеть-то не проблема. А вот более важный вопрос. Насколько удастся держать вес дальше? И вот здесь начинается куча сложностей. Огромная куча сложностей. Есть гигантское исследование. Почти 300 тысяч человек исследовали наши коллеги на протяжении 10 лет с 2004 по 2014 год. Результаты этого исследования есть в открытом доступе. Опять же, кому интересно будет, вы мне напишите, я ссылку пришлю. Оказывается, оказывается, вот я вам прямо сейчас зачитаю, эти цифры собрал, чтобы вы понимали, что надежно сбросить вес. Надежно сбросить вес, это означает в течение следующих пяти лет поддерживать результат. это вот такой критерий есть в медицине. Надежно сбросить вес при ожирении первой степени, то есть, когда индекс масса тела 30-35, надежно сбросить вес, скажем, хотя бы на 5% и удержать его для мужчин. Шанс 1 на 12, для женщин чуть лучше, 1 на 10, но и то, кажется, уже не так много. Если ожирение второй степени и дальше, то сбросить 5% и надежно удерживать его в течение следующих пяти лет, значит, для мужчин шанс чуть повыше, 1 к 8, для женщин 1 к 7. Да. Но если мы ставим целью прийти к нормальному весу, то есть, часто это к исходному, к тому, который был, то для мужчин достичь нормального веса при ожирении первой степени, вот если человек приходит с ожирением первой степени, хочет похудеть, шансы знаете какие? Для мужчин 1 на 210, для женщин чуть лучше, 1 на 124. Так что уже задача не очень-то выполнимая. И достичь нормальной массы тела, если ожирение второй и большей степени, когда индекс массы тела 35 и больше, для мужчин шансы 1 на 1290, для женщин ну получше, 1 на 677. То есть, получается, как пишут сами исследователи, когда они подводят итоги, они пишут примерно так, что, во-первых, мы сами были в шоке от этого, мы увидели, что все вот эти снижения веса, как правило, заканчиваются тем, что человек возвращается к тому весу, который набрал. И дальше они пишут, что если считать под снижением веса то, что человек надежно сбросил и удерживает хотя бы 5 лет подряд свой результат, то в таком случае намного проще вылечиться от многих форм рака, чем похудеть. Вот такой пока печальный вывод. И следующий вывод, который ученые делают, они говорят, что во всех существующих программах снижения веса основной акцент надо делать не на том, как похудеть, если уж человеку приходится худеть, допустим, по медицинским показаниям. Основной акцент нужно сделать вот на чем. На том, как потом предотвращать срывы, рецидивы и возвращение веса. Вот это самое главное. Это должно быть во главе угла. то есть даже если у вас есть, я понимаю, что не всех переубедил, может быть, никого не переубедил, но хотя бы вы теперь об этом знаете. То есть если у вас есть вот эта идея, хочу похудеть, что-то буду для этого делать, то еще прежде чем вы этим займетесь, самое первое, о чем нужно задуматься, как потом я буду сохранять вес. Что я для этого буду делать? Как я буду профилактировать дальнейший набор веса, который весьма вероятен? Вот это самый, пожалуй, ключевой вывод. И во многих случаях, если с бета-квеса не такой большой, возможно, я вот предвижу что-то недовольство, возможно, выбор будет таким. Либо я всю жизнь буду напрягаться, у меня будет невротическая цель, то есть та цель, которая потребует очень много сил, очень много времени, будет очень много эмоций по этому поводу. Это будет не так-то просто. Я буду все время пытаться держать себя в руках, у меня будет множество разочарований, я буду худеть, от чего-то отказываться. Как я недавно говорил на одной из консультаций, знаете, вот когда люди сидят на диете, есть такое даже выражение, постное лицо, уголки губ вниз, радости от жизни меньше. То есть, либо я все время буду в напряжении вот так, либо, возможно, стоит сказать себе, пусть лучше я разберусь с едой, я не буду хотя бы набирать вес, на этом я успокоюсь. Да, может быть, у меня будет 5 или 10 лишних килограммов, но ничего страшного. Я, возможно, схожу в зал, буду чувствовать себя лучше. Ну, схожу, я имею в виду, пойду, буду регулярно заниматься, давать себе физическую нагрузку, я буду чувствовать себя достаточно хорошо и не буду что-то специально делать с весом. Может быть, я и похудею, а может быть и нет. Но мое самочувствие принципиально не будет зависеть от того, какую цифру на весах я буду видеть. И это будет сопряжено с гораздо большим удовольствием от всей жизни. Когда вы знаете, что вы можете там съесть кусочек шоколадки, если захотите, даже не потому, что вы голодны, а потому, что захотели, например, иногда позволить себе брюшки, семги, бутерброды с красной икрой. Ну, что-то такое, что поборники правильного питания, жестко подсчитанной калорийности считают прямо проклятой пищей то, что никогда нельзя есть. Ну, по крайней мере, спокойствия в таком случае будет больше. Вот. Вот такие дела. То есть, если мы очень коротко будем подводить итоги, то смотрите, в идее похудеть, то есть, снизить вес, есть два аспекта. Есть два аспекта. Иногда действительно это нужно сделать. Ну, или очень полезно, когда человек чувствует тяжесть, когда есть вред от лишнего веса, когда, допустим, суставы подвергаются избыточной нагрузке, когда человек готовится к операции. Да, потому что таскать на себе иногда мешок сахара, иногда два лишних мешка сахара по весу, конечно, это много. Это огромная нагрузка на организм. Да. Если идея похудеть исходит из того, что у меня индекс массы тела в порядке или почти в порядке, у меня не так много лишнего веса, но объективно, но я не вижу себя достойной или достойным хорошего отношения, прежде всего, изнутри, что какой-то голосок, может быть, мамин, может быть, бабушкин, подруг, голосок этих моделей. Как голос, я имею в виду, не только внутренний голос, но еще вот эти образы, которые навязчиво мелькают, которые показывают, что ты должна, ты должен быть вот таким, что ты не можешь успокоиться, пока у тебя не будет вот такой талии, вот таких ягодиц, вот таких канавок между мышцами и так далее. Если вы сориентированы на это, то здесь намного разумнее, намного проще разобраться, действительно ли это моя цель. И почему то, как я выгляжу, то, сколько я вешу, и или сколько я ем, правильно ли я ем, по расписанию, там, какое количество калорий. Почему это так критично для моей самооценки? Намного проще, эффективнее и спокойнее разобраться с этим. Так, чтобы ваша самооценка не зависела на 90% или на 80% от формы ягодиц и толщины живота. То есть, вот это первая вещь. Вторая вещь, о чем важно помнить. Особенно, если уже было много попыток снижать вес, когда вы после этого опять как-то набирали вес, опять снижали, опять набирали вес. Возможно, что сетпоинт, установочная точка, это, можно сказать, тот ориентир вашего тела, который был задан от рождения генетически, что с вашим ростом, с вашим соотношением плеч, таза, ширины запястья, с вашими костями, с вашими мышцами, потому что мы знаем, что есть люди, у которых превалирует быстрые мышечные волокна, у некоторых наоборот, медленные мышечные волокна, ваш тип фигуры и так далее, так далее. то, что вы получили с генами, то, что вы получили с генами в наследство, может быть, не надо с этим так сильно бороться и требовать от себя невозможных вещей. И если уже у вас этот сетпоинт сдвинулся, он бывает сдвигается, когда вот эти, особенно не один раз, а я видел людей, которые худели, набирали вес 20, 30, 40 раз, 50 раз, там, конечно, сетпоинт сдвигается и с точки зрения вашего тела через 50 похудений, особенно, если это очень жесткие такие ограничения были, если изначально сетпоинт был задан на одном уровне, ну, скажем, 65-70, какой-то промежуток, что вы во взрослом состоянии, скорее всего, будете хорошо себя чувствовать, будете оптимальны, жизнеспособны, здоровы, вот в таком промежутке веса, то через 50 похудений и наборов веса сетпоинт будет вот здесь, он уже не будет на этом уровне, скорее всего, он будет очень сильно сдвинут, и бороться с этим, да, то есть, можно использовать огромную силу воли, чтобы снизиться до того веса, который когда-то был для вас хорош, но вы там удержитесь за счет только огромных усилий, или не удержитесь вообще, то есть, статистика, о которой я говорил, что при достаточно большом ожирении надежно снизить вес, это очень трудная задача, то есть, для многих случаев, если действительно избыточный вес большой, разумная тактика какая? сбросить вес хотя бы на 5-10% и сфокусироваться на том, чтобы удержать эти достижения, сосредоточиться на этом, это уже будет огромное облегчение для тела и для вашего здоровья, вот, то есть, цели должны быть разумными, вот эта идея, что как захочу, мне все подвластно, это не совсем так, особенно в отношении нашего тела, вот, и третье, я напоминаю, что в любом случае, если вы занимаетесь снижением веса, то чем более комфортный, плавный, спокойный способ, почти незаметный для вас вы выбираете, тем больше шансов, что и вам будет проще потом результаты сохранять, потому что чем больше насилия над собой в этот период, чем больше стресс, чем меньше удовольствия от жизни в это время, тем вы сразу больше основы для последующего срыва закладываете, потому что если вы сейчас себя ограничиваете, особенно знаете, как люди говорят, вот я сейчас сижу на диете, или сейчас я посижу на диете, это сразу подразумевает, что а потом я с этой диеты слезу, и потом я опять буду вот столько же, так же, как и раньше, вести ту же жизнь, есть столько же еды, которая привела меня к таким результатам, естественно, что результаты будут те же самые, вот такие дела. Наверное, я вас не сильно обрадовал, но как есть. Хорошо. теперь, если есть вопросы, я хочу, чтобы вы их написали, возможно, я на ваши вопросы отвечу, если смогу. пишите, я подожду. Кстати, как раз то, о чем я говорил, вы пока вспоминаете вопросы, пишите мне в чат. То, о чем я говорил, это частично ответ на тот вопрос, который ни одна из читательниц писала в объявлении к прямому эфиру. А может быть, не надо худеть, что все, как она там выразилась, по-моему, все помешались. Да, спасибо, Вячеслав. Спасибо, Ирина. Что все помешались на похудение. Вот это действительно так и есть. Что в какой-то мере есть, наверное, даже этот похудательный заговор, когда нарочно внедряют недостижимые стандарты, чтобы люди все время невротично переживали, стремились их достичь, не достигали и обращались за помощью к профессионалам, ну, в кавычках, пытались что-то сделать, получали поддержку, потом опять срывались, потом опять пытались что-то сделать. Вот с точки зрения бизнеса, это, конечно, хорошая тема, просто благодатная, очень благодатная тема. Клиент приходит, ты ему помогаешь, потом он через какое-то время может вернуться, ты ему говоришь, ну, ты сама виновата, или ты сам виноват, зачем ты так много ел? Ну, вот да, я что-то сорвался, распустил себя, все окей, опять надо собраться в кучу, давай мы тебе поможем, составляем программы питания, план тренировок на месяц вперед, да, потом через какое-то время опять, 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 очень удобно, в кавычках. хорошие новости, хорошие новости, первая хорошая новость, это то, что вы не обязаны следовать всем навязанным стандартам, то есть, если где-то у вас, как вам кажется, излишняя окружность есть, вы из-за этого переживаете, но при этом ваш индекс массы тела, ну, скажем, не больше, чем 31, это всегда большой вопрос, нужно ли мне вообще сбрасывать вес, заниматься этим делом, или можно оставить все в покое, но разобраться с тем, почему я с собой недовольна, потому что, если нет вот этого физического ощущения, что мне тяжело, там болят суставы, понятно, когда там вес, допустим, 150 килограммов, вам тяжело двигаться, вас мучает одышка, да, тут по медицинским показаниям стоит что-то сделать, но опять же, мы помним предыдущие данные, какую цель ставить для себя, вот, то есть, может быть, лучший выход это, оставить все в покое, разобраться с тем, что вас не устраивает себе так, почему вы так сильно завязаны на внешность, почему вы так сильно завязаны на вес, или, может быть, на контроль питания, и лучше здесь разорвать эту порочную связь, да, то есть, вы не обязаны худеть, вот это самое главное, да, вторая хорошая новость, вторая хорошая новость, в плане похудения, она парадоксальна, да, чем меньше худеешь, тем меньше себе вредишь, потому что многократные попытки похудеть, раз за разом, чаще всего сдвигается этот поинт потихонечку вверх, и потом тот вес, который вы достигаете, удержать все сложнее и сложнее, вот так, ну, есть, конечно, дурацкая третья хорошая новость, в принципе, похудеть легко, похудеть легко, это все могут, вопрос не в том, как похудеть, а в том, как потом поддерживать результат, вот это вызывает максимальные сложности, вот это вызывает максимальные сложности. Теперь специально для женщин. Несколько лет назад я был на круглом столе с эндокринологами, вы же знаете, что к эндокринологам тоже приходят люди с избыточным весом, их обследуют, дают им всякие рекомендации, лечат их, запрещают им есть жирное, сладкое, еще что-нибудь, люди срываются, потом приходят и говорят, вот я не смогла, ну, хороший доктор должен на это как-то отреагировать, в общем, замкнутый круг. И, в том числе, был интересный научный разговор про гемоглобин, в общем, когда у человека колеблется уровень сахара в крови, а это как раз бывает, когда у человека нерегулярно неправильное питание, то голодно, то слишком полно. Кстати, многие переедающие люди, многие переедающие люди двигаются из крайности в крайность, они то морят себя голодом, иногда это в течение дня, утром, в обед, плохо едят, некачественно едят, почти не едят, зато потом, конечно, накапливают голод, это тема другого эфира, у меня видео есть на эту тему, но, коротко, накапливают голод и потом переедают, потому что едят по голоду еще сверху, вот, и постоянно колеблется уровень глюкозы в крови, и возникают особые формы гемоглобина, которые, скажем так, хуже переносят кислород и дают разные эффекты, в том числе на соединительную ткань. Что такое соединительная ткань? Вот, есть у нас соединительная тканная сеточка, которая находится в подкожно-жировой клетчатке, ну, грубо говоря, такая вот решетка, которая обеспечивает упругость кожи. Так вот, вот эти колебания сахара в крови, постоянной, вызывают изменения в гемоглобине, которая сказывается на качестве этой решеточки, и со временем, гораздо быстрее образуются всякие морщины, всякие там впадинки, которые потом не восстанавливаются. И помню, как наша коллега выступала, говорит, вот, понимаете, вот, говорит, что нам надо, что надо рассказывать нашим пациентам, что если ты будешь постоянно так, есть плохо, и будешь то голодать, то набирать вес, то голодать, то набирать вес, вот вместе с этими колебаниями у тебя будет самое страшное, что ты только можешь представить, у тебя морщины будут рано, они будут глубокими. Поэтому лучше, чтобы был один уровень какой-то, пусть он даже будет повыше, но он будет более-менее стабильным. Это лучше для здоровья, чем вот эти вот постоянные колебания. Вот. Вот такие дела. Так, у нас тут есть комментарии, да, очень, комментарии в чатах, да, очень набрала в течение беременности и после родов, да, был стресс. Сейчас правильно настроила себя и понемногу худею с июня 10-го, с июня-10, это либо с июня 10-го года, либо с 10-го июня прошлого года. Это классно, я летаю, да. Послушала вас и поняла, что все верно делаю. Ну да, вот здесь важно, понемногу, все вот эти подвиги, когда надо срочно, вот через неделю влезть в это платье, пойти на это мероприятие, срочно сбросить 10 килограммов или 20, конечно, это глупость. Лучше позволить своему телу делать это очень потихонечку, незаметно, там прямо по чуть-чуть, по чуть-чуть. Главное, что без надрыва, потому что как только у вас есть этот надрыв, напряжение, 100%, что обязательно вы потом это компенсируете и компенсируете, как правило, еще с плюсом. Вот так. Да, хорошо, спасибо за отклик, что вы написали об этом. А, с июня 10 килограммов, да. Конечно, мы не знаем, какой у вас вес был, какой вес сейчас, да, даже не надо писать, но в любом случае 10 килограммов, да, это вот такое ведерко с водой. То есть, если представить, что так ходишь целый день, так скажешь, это ведерко с водой, и теперь ты этой тяжести не обременен. Конечно же, состояние гораздо лучше. Да, да. Хорошо. Хорошо. чувство во время беременности, что надо много есть, что может ребенку не хватает. Это нормально? Может быть, может быть такое, да, особенно, если вы живете там, где есть какие-то специфические дефициты, веществ, в пище, может быть. Но, знаете, я уже слышал сотни историй про то, что люди набирают вес во время беременности. Часто это связано с неким культурным стереотипом у нас в обществе, он есть тоже, что если женщина забеременела, она теперь должна, ну, буквально чуть ли не с утра до вечера есть, потому что, ну, как же там, ребенок должен хорошо питаться, поэтому давай ешь, 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 ешь. И иногда она не может противостоять этому давлению. Плюс, особенно для женщин, еда это такой доступный, одобряемый транквилизатор. Мы знаем, что во время беременности многое меняется, и часто, когда бушуют эмоции, их надо как-то успокаивать. И вот еда приходит на помощь. У мужчин в нашей стране транквилизатор другой, мы его все знаем, наиболее часто и предпочитаем. Еда тоже, да, но у мужчин обычно на первом месте другой. Вот у женщин часто еда. Такой нормальный, спонтанный, найденный, культурно обусловленный, одобряемый, транквилизатор. Я говорю, а что ты волнуешься, иди поешь, да. И правда, а что я волнуюсь, волнуюсь, пошла, поела, пошла, поела. То есть, здесь важно различать. Я ем это, потому что, действительно, я чувствую какой-то дефицит, вот знаете, он на уровне тела, где-то вот в желудке, может быть, на языке, что я хочу определенный вкус. Помните, раньше беременные, мел ели, когда не хватало солей, кальция, вот что-то такое, да. Надо много есть, ребенку может не хватать. Либо это больше эмоциональное давление, что вот эта мысль сидит, и я должна есть, я должна много есть, если я ем, как мне кажется, мало, ем, как обычно, нас теперь двое, надо больше есть. То есть, тогда, значит, вы подвержены вот этому культурному стереотипу. Чего больше? Либо тело, либо эмоции. Исходя из этого, вы можете определиться. Вот, вот, вот. Спасибо, спасибо. Как раз ждал этого, чего-то подобного. В стрессовые периоды появляется дикий голод, трудно его контролировать. То самое чувство, когда все в тумане. Я уверен, что это не только голод, это еще возврат к тем ощущениям, которые, скорее всего, вас ассоциированы с ранними переживаниями, с ранними, с ранними, с психотравмой. Потому что, потому что мы склонны путать потому что мы склонны путать чувство голода, как вот это ощущение какой-то пустоты, такой некомфортной пустоты в желудке, желудок, вот я сейчас, наверное, не покажу или покажу. В общем, там, где у нас подложечная ямка, чуть-чуть левее, чуть-чуть там, глубже, да, это одно. Мы действительно чувствуем голод, как вот некое такое состояние нехватки, вот если мы прислушиваемся к телу. И очень часто мы путаем, я тоже слышал много историй о том, что есть ощущение пустоты, какая-то вот тоска, но это выше, это выше диафрагмы, это посередине тела, здесь переживается и обида, и какие-то бессилия, и потери, это здесь. Но люди очень часто путают, и поэтому какая-то душевная пустота очень часто ассоциируется именно с голодом, что что-то там не хватает, я, наверное, поем. И хотя бы на время человек отвлекается, потому что вот этот сенсорный поток идет, это вид, это запахи, это вкус, это ощущение, когда пища проходит по пищеводу, она укладывается в желудок, есть изменение состояния тела после приема пищи, да, и это является своеобразным транквилизатором таким, естественным. Поэтому появляется дикий голод, то есть, вот это ощущение нехватки чего-то, как ощущение нехватки какого-то ресурса. Ну, и плюс есть генетически заданная гиперфагическая реакция на стресс у некоторых людей, когда в ответ на стресс, да, усиливается чувство голода. Я полагаю, что здесь и тот, и тот компонент. Если коротко, что делать? Если коротко, что делать? Найти другие способы, как справляться со стрессом, потому что есть много-много разных простых приемов форм самопомощи, так, чтобы не заглушать эмоции едой. Один из самых типовых, самых доступных это дневник, эмоциональный дневник. То есть, если я переживаю, я вместо того, чтобы держать эти мысли здесь, переживать их, крутить внутри себя эмоции какие-то, я вношу все на бумагу, как есть. Как только есть, сразу туда все выписываю. 99% что вам станет легче уже через несколько дней, если вы правильно будете это делать. Ну, правильно, что значит? Правильно, в тот момент, когда вы себя ловите и выписываете все, что есть. Мысли, эмоции, мысли, эмоции. Уже это способно на 50%, иногда даже больше, облегчит ситуацию. Вот. Значит, да, да, попробуйте. Теперь еще вопрос. Да, вопрос. Похудела на 15 килограммов, в изоляцию незаметно набрала 5. Вот. И как-то не получается с ними справиться, чтобы вернуться в комфортный для меня вес. у нас уже не так много времени остается до конца прямого эфира, но давайте я скажу. В изоляцию незаметно набрала 5 килограммов. Я бы, знаете, как сказал, что, да и хорошо, что обошлось только этим, потому что вот эта дурацкая изоляция, все те меры, бессмысленные, хаотичные, даже вредные, которые принимали наше, наше руководство для того, чтобы в кавычках спасти нас от страшной и угрозы. Я не преуменьшаю значение ковида, я сам переболел в том году. Противная штука, конечно, противная, да, но то, как все это было организовано, бессмысленно, да, это нанесло огромный психологический удар. Мы все в стрессе, можно сказать, что я видел отсылку к чернобыльской катастрофе, там было очень много посттравматических стрессовых расстройств, потому что враг есть, вот эта радиация, враг не видим, вот здесь примерно то же самое. Некоторые наши коллеги говорят, что очень похожая клиническая картина, что это посттравматический стресс. И то, что вы интуитивно нашли, воспользовались едой, чтобы себя успокаивать, чтобы справиться со стрессом с помощью еды, и обошлось всего 5 килограммами, это, наверное, знаете, ну так, маленькая плата. Хорошо, что так. Не получается с ними справиться, а вы знаете, что ситуация-то не закончилась, мы все равно продолжаем жить в этих дурацких условиях, стресс продолжается, и, возможно, справиться с ними можно будет только тогда, когда мы вернемся к более-менее обычной жизни, когда не будет всех этих ограничений, ну или таких массовых, потому что у нас впереди неизвестность, а это стресс. Вот так. Я бы, по крайней мере, сейчас не задавался целью похудеть, справиться с этими 5 килограммами, я сказал бы, пусть они пока побудут, не буду с этим ничего делать. Моя задача пока стабилизировать это состояние, и все. Не более того. Иначе это может привести вот к этой опять раскачке ситуации, к бесконечным циклам, туда-сюда, туда-сюда. Лучше так. Спасибо. Спасибо за вопрос, за откровенность. Вот. Такие дела. Ну что ж. Время у нас уже стекает, буквально 2 минуты остаются до конца эфира. Я думаю, что уже на вопрос ответить не успею, поэтому повторю, что если кому-то будет интересно то исследование большое про насколько высоки шансы похудеть при разных состояниях. Да-да, вот именно, не заморачиваться пока. Насколько высоки шансы похудеть при разных состояниях. Если вдруг у вас будут еще какие-то вопросы, идеи, пишите мне в личку, пишите здесь, на WhatsApp, пишите, я есть во всех соцсетях. Если есть какие-то идеи для следующих эфиров, пишите, я доступен. на этом напомню, что само по себе похудеть, такая сомнительная идея, стоит задуматься, а так ли оно надо, да, вообще, нужно ли. Вот. Иногда лучше заниматься не этим, а чем-то другим. Да, такие дела. Пожалуйста, рад был рассказать вам вот это, галопом по Европам, ну, хотя бы так. На этом я с вами прощаюсь. Если что-то будет нужно, пишите. И до новых встреч в прямых эфирах, на видео, возможно, на каких-то мероприятиях. Все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова